Приветствую вас. Я думаю, что если у вас пропало в лечении, вот, то оно пропало почему-то, и соответственно нужно посмотреть, что могло повлиять на то, что оно пропало. Вот, нужно посмотреть, что произошло в вашей жизни, лично вашей, между вами и, собственно говоря, партнером, вот, нужно поисследовать это, и я думаю, что обязательно что-нибудь мы найдем. Пока что я хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, точнее на два момента. Первое. Сексуальное желание очень зависимо от ощущения безопасности, то есть сексуальное желание появляется тогда, когда удовлетворена потребность безопасности. Понятно, что речь в современном мире идет не о физической безопасности, хотя она тоже может быть подвергнута, ну, тоже может иметь место быть, да, физическая опасность. Вот. Но в рамках, вот, современной реальности можно говорить в основном о психологической небезопасности, а психологической опасности. И если, ну, в вашем случае, вот, в наличии некая психологическая, скажем так, напряженность, может быть, нервозность, тревожность по поводу чего-то, невозможно расслабиться и так далее, то, соответственно, можно говорить о том, что вот есть проблема, да, можно говорить о том, что есть проблема. Может быть, некое поведение молодого человека вызывает у вас отражение, такое тоже бывает, что здесь мы имеем дело с гендерным поведением, когда то, как ведет себя мужчина, не совпадает с вашими представлениями об этом, как должен вести себя мужчина, да, то есть вот реальный мужиковый образ не совпадает с вашими представлениями, тем образом, который есть у вас, и из-за этого, может быть, тоже влечение уменьшается, вот. А, хотя вы говорите, что у вас любовь и романтика, но, может быть, молодой человек, как раз-таки, слишком для вас мягкий, может быть, вам хотелось бы, чтобы он был где-то по твержею, по напористой, ну, может быть, вот. Так что здесь, опять же, нужно выяснять. Наконец, второй, ну, точнее, третий, наверное, момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы боитесь, что он убежит к другой. Вот, знаете, отношения, которые построены на страхе, да, они, ну, мягко говоря, не совсем здоровые, не совсем естественные, не совсем искренные. Если молодой человек может убежать от вас к другой, ну, возникает вопрос о том, что это за любовь такая, романтика, теплопадая, что вот всё это стоит, если, как бы, он может убежать, как вы говорите, к другой. Вот, то есть тут есть какая-то, может быть, ваш, может быть, ваши опасения, могут быть, может быть, ваш страх, страх быть брошенный, и тогда он родом из детства, и, соответственно, нужно исследовать ваши детско-родительские отношения и смотреть на соответствующие моменты в них. Вот, в данном случае, в таком случае вы находитесь в отношениях, в том числе для того, чтобы доказать себе и, вероятно, мужчине, что вы достойны любви, что вы достойны внимания и прочее. Из этого же пункта вытекает то, о чём я забыл сказать в начале своего ответа, и связано это с вашим сексуальным поведением. Предположим, вы не хотите заниматься сексом, вот, а молодой человек хочет, это, в принципе, совершенно нормально, но в таком случае, опять же, вам не нужно себя пересиливать, не нужно делать всё через силу, а вам, ну, имеет смысл просто, как бы, поговорить с молодым человеком и, как бы, обратить внимание на разность потребностей. То есть, молодой человек хочет, он может получить то, что он хочет, не обязательно классическим способом, тем самым не вызывая у вас какой-то вот такой привычки, да, условного рефлекса, что вот заниматься сексом обязательно через силу. Вот. Вместе с тем, вам стоит подумать о своём, так сказать, сексуальном сценарии, когда, какое развитие событий вас, например, привлекает и так далее, и поговорить об этом с молодым человеком. Вот. В интимной сфере, несмотря на название, очень важно разговаривать, очень важно говорить об этом. Вот. Поэтому тут вот такой момент. Идеально, если вы вначале обратитесь к специалисту сама, к психологу, вот, а спустя какое-то время обратитесь вместе с молодым человеком, будучи уже, будучи уже такой немного приготовленный, уже немножко разбирающийся, да, ну, немножко в том, что происходит или может происходить между вами, и, соответственно, уже вместе с молодым человеком этот вопрос решить. Вот. Там опять же всё зависит от того, в каком направлении мы с вами, допустим, пойдём, да, или специалист с вами пойдёт, вот, где окажется проблематик. Вот. Потому что, может быть, у вас что-то произошло, что вы тревожите, а может быть, когда вы с человеком становитесь близки, вот, у вас пропадает либидо. то есть, ээээ, это две разные проблемы, и, соответственно, с ними нужно работать. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.